Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Бородан. И сегодня я расскажу вам охуительную историю. Я заметил, что... Уже давно заметил, в принципе, что ролики по паракорду заходят намного лучше и монетизируются, кстати, намного лучше, нежели когда я вам рассказываю, куда я поехал, что я сделал, как я занимаюсь спортом, как я, блин, пью чай и с кем я встречаюсь. Это всё особо никому не интересно, кроме моих близких друзей. Вот. Соответственно, я понимаю для себя, что надо писать больше каких-то видеоинструкций по паракорду и каких-то историй, связанных с вот этим вот моим хобби. Вот. Поэтому сегодня сделаем видосик про паракорду. Мой хороший приятель Павел прислал мне вот такую вот штуку. Это что-то типа подвески, на которую он одел всё своё богатство. Вот. И сказал, что очень хочет, чтобы я что-то с этим сделал. Вот. Ну и, собственно, судя по отверстиям в молоте, в секире, то что-то сделать я смогу с секирой и вот этими двумя бусинами, а молот оставлю на потом. Когда Паша обратился ко мне, я не сразу согласился, потому что я не знал, смогу я сплести такое или нет. Но потом, вспомнив о том, что мои подписчики больше всего любят смотреть про паракорд, я согласился и сказал, хорошо, Паша, присылай. Я что-нибудь попробую с этим сделать. Ха-ха-ха! Как бы в самой секире у меня никаких сомнений нет. Она легко зайдёт в паракорд. Паракорд зайдёт в её отверстие. И, собственно, секира сама может быть у нас застёжкой. Да, то нам, соответственно, нужен будет какой-то стопарик здесь, то есть крепёж. И, соответственно, в качестве крепежа зажима можно будет использовать такую бусину. Но самое главное, чтобы в отверстие этой бусины у нас прошёл паракорд вдвойне. То есть не только в одну сторону, но и в другую. Я ещё не придумал, каким он будет, но для начала надо пробить что у нас за бусины и как с ними работать. Это такая нестандартная инструкция по плетению, урок. Да, такой даже не урок, а такой небольшой влог, что ли, по паракорду. Собственно, я с вами делюсь сразу своими мыслями, как я это буду делать. Я не знаю, что из этого получится, и поэтому решил сразу поснимать. Если получится прикольно, то, соответственно, я смонтирую ролик. Если не получится, то никто этих кадров просто не увидит. Ну, смотрите, паракорд я протащил вдвойне через бусину. Значит, уже можно что-то придумывать, уже можно что-то мудрить. Итак, посидел, подумал и решил, что я буду делать не стандартную змейку или кобру, как я изначально хотел сделать. Взять вот так паракорд, два раза его пройти через станочек на джиге, потом оплести и в петлю, соответственно, поджать вот такой вот бусиной, чтобы когда петля держится за секиру, с этой стороны она легко держится и хорошо крепко, а с этой, чтобы не соскакивало, чтобы прижимать ее бусиной. Отлично я оставляю две петли, которые будут цепляться. И, соответственно, две петли, 4, паракорд в 4 раза толщиной не влезут в такую бусину и придется ставить их, например, две, это будет одна бусина здесь, одна бусина здесь, а тут громоздко наплетено. Ну, и, как мне кажется, это будет некрасиво, ну, как-то не атмосферно, неинтересно. Вот. А вот такой вариант, вот я просто одел бусину сюда и поджал секиру, мне нравится больше. И я подумал, что, в принципе, мы вот таким вот образом его и оставим, оплетем его просто микрокордом, таким образом, чтобы и секиру можно было подтягивать вот такой вот бусинкой, и с другой стороны петля у нас будет тоже такого же плана, который будет затягивать секиру. Вот. А для того, чтобы у нас не было, как сказать, пустого, некрасивого места, откуда просто начинается микрокорд, непонятно, да, там кусок какой-то, ну, для подтяжки мы же должны место оставить. Вот. Чтобы начать красиво микрокорд, чтобы это гармонично смотрелось, здесь и с другой стороны, соответственно, перед бусиной я буду плести небольшой узелок. Вот. И, соответственно, между узлами микрокорд ляжет круто, будет возможность гулять бусине для затяжки. И это будет выглядеть изящно, красиво, аккуратно и в то же время достаточно функционально. Для начала я беру, режу себе кусочек паракорда под размер. Мой приятель сказал, что размер охвата запястья у него 18 сантиметров, у меня, собственно, тоже 18 сантиметров. Соответственно, я просто взял и прошелся через свое запястье. Ну, и сделал это с запасом, чтобы у меня была петля, в которую зацепится секира и, соответственно, чтобы было еще какое-то место. У нас будет место соединения, которое мы оплетем микрокордом. Соответственно, это место соединения у нас должно быть где-то вот здесь, по серединке, для того, чтобы мы его могли нормально оплести. Оно прочно держалось, оплетенное микрокордом, и никто не заметил этого стыка. Поэтому тут нужно точно сразу все это просчитать, сразу одеть бусины, сразу завязать узлы, а после этого уже точно подогнать сам размер под руку и, соответственно, здесь сделать соединение. Потом это дело перенести на джиг и начать оплетать. Давайте начнем по порядку. Сначала нам надо насадить бусину, которая держит секиру. Все, готово. Теперь здесь делаем один из моих самых любимых таких вот узелков, с которыми очень удобно декорировать, так сказать, поджимать какие-то там бусины и прочие дела. Вот, смотрите, у нас две стропы. Эту мы берем и закидываем наверх, на другую. А потом под ней же проводим вот такой вот петлей. Получается у нас вот такая конструкция. А потом мы просто забираем вот этот остаток, который остался. Просто продвигаем, подсовываем его вниз, вот сюда, под эту стропу и в образовавшуюся петлю, вот в эту, сверху закидываем. И потихонечку это дело стягиваем. Теперь одеваем вторую бусину, которая у нас будет поджимать петлю. Тут аккуратно, главное не забыть, что нам нужна петля. Поэтому мы одеваем бусину сюда, на эту сторону, так сказать. А потом понимаем, что у нас есть петля, и просовываем еще раз сюда. И натягиваем бусину. Вот, вот что у нас уже получается. Вот, теперь нам с этой стороны нужно сделать такой же узел. Но прежде чем делать этот узел, нам надо точно уже подмерить, чтобы у нас был одинаковый, чтобы у нас был правильный размер браслета. То есть он подходил под руку. Вот, мы просто накидываем его уже на руку. Соответственно, здесь затягиваем, как оно должно быть. Понимаем, что слетать оно не будет. Пока записывал, разводилась камера, ставил на зарядку. Продолжая, немножко мысль ушла. Смотрите, тут мы все провели, соответственно, на руку померили. Единственное, на руку мерить надо не вообще впритык оставлять какой-то запас. Потому что, когда мы здесь завяжем тоже узел вот такого плана, соответственно, браслет у нас сократится. Он станет чуть-чуть меньше. Поэтому оставляем запасик и вяжем, опять же, такой же узелок. Таким же точно образом. Покажу вам еще раз. Берем эту штучку, этот хвостик, накидываем на соседний. Проводим под низом, чтобы у нас была такая вот система. А теперь вот этот, второй наш, проводим вот здесь. Тут вот у нас уже с секирой. И эту секиру прям вставляем в петлю. Все это просовываем. Кому непонятно, ставьте на паузу, промотайте еще раз, чтобы понять и разобраться так. И здесь мы завязываем узел. Соответственно, узелочек вяжем таким образом, чтобы вот в эту оставшуюся петлю секира заходила легко. Чтобы мы могли застегивать. А после затягивали уже бусиной, чтобы ничего не скатывалось. Теперь обязательно надо еще раз померить на руку после узла. Потому что, как я уже говорил, завязав узел, мы делаем размер меньше. Тут у меня все получилось хорошо. Крутится легко. И опять же, оставляем запас для того, чтобы обмотать микрокордом. Когда у вас здесь появится микрокорд, соответственно, браслет станет еще чуть-чуть, как бы сказать, короче в объеме. Теперь у нас одна из самых важных частей работы – это сделать место соединения. Вот у нас два отрезка. Мы их должны отрезать для того, чтобы состыковать и сплавить. Это можно сделать посередине, но я не рекомендую делать посередине. Все время лучше сместить куда-то. Потому что, если у нас есть застежка, соответственно, середина с противоположной стороны – это все время будет где-то на виду. А когда мы смещаемся немножко в сторону, как бы мы красиво не оплели, все равно этот участок запаянный, его будет немножечко видно под микрокордом. И поэтому лучше переносить куда-то. Можно даже под узел, если у вас хватит мастерства. Я так могу делать и часто делал. Можете чуть-чуть вбок, но постарайтесь найти такое место, которое не бросается в глаза. Соответственно, я буду делать это где-то вот на этом участке. Срезаю с одной стороны. Обязательно ровненько все это надо положить, один к другому. И ровно один к одному не режьте, потому что вы будете оплавлять, и, соответственно, у вас какая-то часть немножечко сузится, как при обжиге. Поэтому оставляйте небольшой запас. Теперь это надо все дело обжечь и спаять. Старайтесь не обжечь свои руки. Пока горячее, надо придавать форму сразу же. Потом будет поздно. Вот так у меня все это дело получилось. И смотрите. С двух сторон у нас ровненько бусинки, красивые узелки. Здесь место соединения. И, соответственно, теперь это дело осталось поставить на джиг и оплести микрокордом. Включил свет, чтобы было лучше видно. Я взял микрокорд, отрезал около двух метров. По идее, мне кажется, что здесь надо поменьше. Давно не плел такие штуки, поэтому лучше взять с запасом. Кто смотрит мои ролики, знает, что я всегда все беру с запасом. Мне легче от выкинуть полметра паракорда или микрокорда, нежели переплетать заново. И начинаем плести обычную кобру. Как плести кобру, каждый из вас знает, поэтому я даже не буду особо заморачиваться на этом моменте. Просто берем красиво. Подгребаем сюда и проплетаем ее красивым черненьким микрокордиком. Я как-то в последнее время вообще подзабросил заниматься паракордом, потому что, как мне показалось, им занимаются сейчас все, кому не лень. Но делать то, что делают все остальные и многие другие, мне не особо интересно. Но, блин, глядя на комментарии, которые мне приходят, на просмотры, которые, собственно, вы делаете, я немножко стал охреневать от того, сколько и какое количество комментариев летит каждый день на те или иные ролики, связанные с плетением. И я понимаю, что эта тема до сих пор актуальна. Вам она до сих пор интересна. Соответственно, раз есть спрос, значит, надо делать. Поэтому не буду ничего обещать, но постараюсь в ближайшее время как-то возобновить паракордную деятельность и поснимать какие-то интересные видосы по плетению. Ну и вообще вы можете, в принципе, писать в комментариях, что вам интересно, что интересно разобрать и что бы вы хотели, чтобы я сплёл и показал. Опять же, я не супермастер, который знает всё, но если вы, опять же, промотивируете меня, то я готов разобрать какие-то неизведанные мне узлы и, соответственно, объяснить, как их делать, поделиться с вами. Сейчас у меня есть своя мастерская. Мне здесь уютно, удобно, хорошо записывать здесь ролики, просто песня. Поэтому я готов. Вот видели, да, мы сейчас прошли момент соединения. Его видно чуть-чуть, но, опять же, если никому не показывать, то никто не заметит. Сто раз так делал. Все оставались довольны. Какой классный у нас микрокорд. Такой прям бархатный получается. Бархатный, с отливом. Это Эдвудовского не было как-то. Паракорда, ой, микрокорда в наличии. Я покупал микрокорд Эльвуд. И вот он мне понравился. У него более какое-то крупное плетение. Он чуть-чуть потолще Эдвудовского. И в этом его фишка. Я не могу сказать, что он круче. Или что какой-то из них круче другого. Они оба охрененные, потому что они совершенно разные. Можно работать как с тем микрокордом, так и с этим. И, соответственно, изделия у вас будут выглядеть по-разному. И каждая офигенно. Вот, собственно, и все. Теперь осталось отрезать кончики. Опять же, отрезая кончики, оставляете немножко их. Для того, чтобы было что обжечь. Обжигаете и чем-нибудь прижимаете. Таким глянцевым, гладким. Для того, чтобы у вас красиво получилось. Собственно, вот он уже кайфовенький, красивенький. И теперь осталось померить его на руку. Кстати, получился двухсторонний браслет. Можно что так одевать, что в эту сторону. Без разницы, потому что секира у нас двухсторонняя. А бусины, собственно, тоже. Свободно оделся. И бусинку мы подтянули. Расстояние у нас есть. Пальчик пролазит. Для того, чтобы сильно не сдавливало руку. И в то же время, очень сильно по руке он не крутится. Форму придали. И браслет нормально сел на руку. Что, друзья, такая вот история. Такой вот урок. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Оно вам понравилось. Вы что-то почерпнули для себя из этого ролика. Главной целью подачи этого ролика было не то, чтобы показать вам от и до по крупицам, как собрать браслет. И именно так, а не как иначе. А показать вам просто, показать вам то, как я думаю, когда мне приходят, когда друзья или знакомые, или клиенты просят меня сделать что-то из материала, который им дорог, который они не хотят, с которым они не хотят расставаться. Они хотят, чтобы эти предметы были вместе с ними. И пробуют, и просят меня попробовать что-то с этим сделать. Вот, соответственно, вместе с вами мы собрали такой вот браслетик. Клиент не говорил, какой он хочет. Клиент сказал просто, я полагаюсь на твой взгляд и на твой вкус. Ну вот, мой вкус подсказал вот так. Что скажет клиент, что скажет это мой приятель Павел, я пока не знаю. Но надеюсь, что ему этот браслет понравится. Спасибо большое всем, кто меня досмотрел до конца. Надеюсь, что это было не очень нудно. Вот, ставьте пальцы вверх, вниз и так найдутся, кому поставить. Подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям и пишите, что бы вы хотели еще увидеть в плане прокорда, микрокорда, мини-корда и все, что с этим связано. До новых встреч, с вами был Любомир Борода.